Бытует стереотип – вольная борьба – чисто мужской спорт. Анастасия Сусова с этим не согласна. Вот уже 10 лет она занимается вольной борьбой и завоевывает призовые места на чемпионатах. Родители привели в этот вид спорта, брат занимался, поэтому все по стопам идет. Это тяжелый вид спорта и он не дает мыслям остальным потревожить себя, которые могли бы задолеть. Помимо них, кроме борьбы, нет ничего. Профессиональные спортсмены – мастера спорта из 21 региона. Чеченской республики, Ставропольского края, Дагестана, Центрального федерального округа. Всего в турнире участвуют 145 спортсменов. Легко не бывает. Это выше. По счету можно сказать, что легко или как-то спокойно выиграл. Но в борьбе с обранным надо быть. Можно выигрывать. За три секунды, за две секунды можно проиграть. Поэтому, наверное, я просто больше концентрирован был. Получилось выиграть. Эти соревнования являются отборочными к чемпионату России. То есть по всей России прошли округа. Кто не смог отобраться на этих соревнованиях, то наши соревнования являются, скажем, второй возможностью отобраться на чемпионат России. Только 30 спортсменов из отборочного этапа попадут на чемпионат России по вольной борьбе. Он пройдет в июне в Каспийске. Впервые это будет объединенный чемпионат. Мужчины и женщины будут соревноваться вместе на протяжении недели. Дмитрий Газин, Дмитрий Матеров, Брянск.